Столько гитаристов в одном месте встретишь нечасто. Пожалуй, это возможно лишь во дворовом клубе, где одновременно игре на гитаре обучаются сразу не менее 10 человек. В одной комнате подростки разучивают аккорды, а по соседству детвора по младшей постигают стратегию логику с помощью интеллектуальных игр. Я хожу, два года назад ходил сюда в художку, мы рисовали рамки, теперь я хожу сюда, в дворовый клуб, в шахматы поиграть. А на гитаре будешь учить? У меня есть такое желание, но не знаю. У нас посещают дети в основном малоимущие, бедные дети, сироты, тоже полусироты. И они с удовольствием ходят на наши кружки, потому что кружки у нас бесплатные. Родители заинтересованы, чтобы наши дети ходили в наши кружки, в наши дворовые клубы, потому что они не болтаются попросту по улицам, не играют в компьютерные игры, а занимаются полезным делом. В Шемкенте действует всего шесть дворовых клубов, и только два из них имеют собственное помещение. Остальные расположены при школах. Клуб «Жастар» может принять порядка 350 детей. Сотрудники клубов и рада бы взять больше детворы, но площадь помещений не позволяет. В дворовом клубе материальная база слабовата. Конечно, нам сделали ремонт, это хорошо, мебель новую выдали. Компьютеры у нас старенькие, нам бы обновить компьютеры немножко. В помещении нам еще бы несколько клубов, в каждом микрорайоне бы по 2-3 клуба открыть. Это было бы вообще хорошо, отлично. На миллионы Шемкент такое количество дворовых клубов – капля в море. Между тем, количество преступлений, совершенных подростками, в прошлом году в области выросло на 57%. Кроме того, зарегистрировано 89 фактов суицида несовершеннолетних. И чтобы «Синий кит» не вызвал всплеск суицида, а «Тихий дом» не наводил тихий ужас на горожан, общественность и чиновники должны обратить особое внимание на то, чем занимаются дети в свободное время. И не только подбивать страшные статистические цифры, но и делать конкретные шаги и принимать конкретные действия в этом направлении. Продолжение следует...